Построение и инструктаж участников рейдовых групп начинается без 15,8. Когда задачи обозначены, все наставления, как себя вести в той или иной ситуации получены, группы выходят на маршрут. Уважаемые старшие рейдовые, у вас у всех сзади расчетов находится дополнительное задание, которое составлено по жалобам жителей города Славянского на Кубани. Прошу внимательно прочитать каждый пункт и выполнить его, и обязательно, очень тщательно написать ответ на этот пункт. Наша съемочная группа отправилась с рейдовой группой номер 3. Их цель – патрулирование улиц Красная, Ленина, Набережная, проверка адресов по заявлению жителей. Радует тот факт, что подростков, гуляющих в неположенное время, признаются участники групп, становится все меньше. В целом несовершеннолетних не было. Проверив общежитие, 95 человек все были на месте. Нарушений тоже не было. Но вот если детей к порядку удалось приучить, то со взрослыми пока не все так хорошо. Нарушителей общественного порядка на ночных улицах и во дворах хватает. Вот пятиэтажный дом. Всегда у нас до 12 они там пьют, они там курят. Победы, да? Победы? Ну, естественно, 50 метров. Какая еще умница? Конечно, мы сейчас пойдем. А вы туда идете? Ну, я туда иду, но сейчас, сегодня не знаю, они уже, наверное... Давайте пройдем, посмотрим, проверим. Ну, пройдите, посмотрите, здесь 50 метров. Отправляемся по указанному адресу и видим такую картину. Время 22-23 чумили. Мы чумим? У нас. Это кто сказал? Мы с чумили. Чш-чш-чш. Мы нашли. Давайте вырумим. Да, да. Они возмущаются. Угомонись, Виталь. Виталь. Угомонись. У меня не надо снимать. Многие подумают, что здесь такого. Ну, сидят парни, отдыхают, никого не трогают. Однако, административный кодекс утверждает обратное. Распитие алкоголя в общественных местах является административным правонарушением и влечет за собой наказание в виде штрафа. Сюда же можно добавить штраф за нарушение санитарных норм. Но по большому счету дело даже не в штрафах, а в том, какой пример мы показываем подрастающему поколению. Как утверждают психологи, свой стиль поведения дети полностью копируют со взрослых. Если в качестве примера для подражания нашим детям мы предлагаем пагубные привычки и полное отсутствие культуры поведения, то возникает невольный вопрос. Каких детей мы вырастим? Анна Монастыренко, Андрей Постовой, Александра Тимовская. Программа «События». Анна Монастыренко, Андрей Постовой, Александра Тимовская.